здравствуйте с вами Алла Дворецкова это передача о мелочах из жизни в бане мыться заново родиться тема нашей сегодняшней передачи в этом нам помогут Фёдоров Алексей терапевт кардиолог и пармастерица Глинкина Лилия первый вопрос у меня будет Лилия к вам потому что я вот помню свои воспоминания из детства мы всегда раз в неделю по субботам ходили в казенную баню это занимало несколько часов я помню это огромное помещение большая парилка душевые вот эти железные тазы обязательно обрабатывали хлоркой а потом уже хоть в зной хоть в стужу я значит либо на санках меня везли я вся закутанная такая распаренная и мы ехали домой в общем-то какие сейчас у нас баня сейчас бане 21 века это керамические бани бани маслова они очень полезны они представляют собой обычную кабинку небольшую оснащенную датчиками регулировки температуры элементами нагревания то есть все равномерно нагревается даже потолок потолок выставляется температурный режим более высокий то 60 градусов стены 45 50 также лежак 40 45 и полы также 30 градусов 35 и все равномерно прогревается и даже при небольшой нагрузке 45 градусов температуры достаточно легко прогреться человеку и пропотеть и там выставляется даже влажность такие бани сейчас 21 века очень полезные и благоприятно влияют на здоровье то есть человек после приема такой бани не будет чувствовать головные боли а вот лиля вот эти вот все я помню вот прям такой большой огромный вот этот металлический таз все мы на я на хлоркой а сейчас как горка и сейчас нет сейчас обрабатываются специальными средствами которые сидящие к здоровью поэтому даже вот перекись водорода даже специальные средства которые обрабатываются хлорки не нужно также тазики это никто не заброняет то есть также тазики и это есть для в детстве то же самое такое было меня также в баню в отделе в общественную все это было очень интересно водичка дети в общем практически ничего не изменили шаре укутывали за неимением технологии да и на трамвайчике домой в общественную баню ходили а так сейчас очень бани комфортные очень полезные поэтому алексей вот как раз про полезности давайте про плюсы бани но баня то в первую очередь это очень хорошо для организма это укрепляет организм улучшает сердечно-сосудистую систему в первую очередь за счет температурного воздействия плюс перепады температур которые мы в любом случае будем получать они укрепят организм они восстановят сосуды поэтому бане это очень здорово и очень хорошо к тому же не забывайте про то что человек психологически отдыхает в бане он расслабляется и в целом получает определенное удовольствие и душой и телом конечно 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 говорить о том насколько это полезно для кожи тоже смысла нет никакого потому что все это знают очищение конечно конечно да кожа становится намного лучше но в первую очередь конечно это влияет на сердце на сосуды если есть где-то какие-то застойное явление то вот этот перепад температуры он очень хорошо поможет это очень здорово ну и для легких это тоже хорошо потому что все-таки в бане у нас теплый воздух точнее даже горячий воздух а это ангаляция которая как минимум а вот кстати вот с насморком с небольшим можно посещать баню и если только начальные этапы заболевания есть но температура при этом нет а вот что-то пошло не то там пишут горло не много даже в этом случае имеет смысл пойти потому что тогда и паре здесь нужно дальше сюда но иммунитет конечно нас монетит работает температура в том числе и высокая температура она повысит вполне можно будет и без лекарства и домашнего вот лилия теперь расскажите вот как правильно париться правильно париться нужно по ощущениям на самом деле особых правил нету прямо то что нужно прямо удерживаться но по ощущениям самое главное что было комфортно допустим если вот начале заболевания тоже поддержу прям я даже всем рекомендую кто у меня приходит я говорю вот почувствовали себя плохо идите в баню просто даже не надо себя там изнурять вот в тепле погреться себя побаловать париться себя даже не надо силы тратить не надо просто прям полежать полить себя водичкой правильно как сначала конечно же это вот название служит как оздоровительный центр вот сначала принять душик вот это сам элементарную кожу подготовить потом пойти в душу он прохладный в теплой воде или только в тепленько комфортный вот пойти в парную прогреться обязательно надеть средства защиты от нагревания то есть пара и мы заходим всегда с шапочкой потому что я в детстве вот этого момента и во-первых и волосы мы как бы с вами сохраняем здоровыми и от перегревания самое главное в бане это держать как бы в одной температуре не прогреваться голову не перегревать вот прошли импа прогрелись пошел первый вот вот это все выходит и потом сплоснуться все по как сказать по комфорту и можно несколько раз так или нужны или тоже всем к заходов для первого достаточно пару минут потом уже можно больше прогреться увеличивать время это постепенно очагу на те кто пиона по нарастающие то же самое как вот за столом на допустим на гуляниках на гуляниках сразу зачем а я чуть-чуть будет плохо все по чуть-чуть то же самое в бане меру и самое главное это нагрева перекрыть здесь как раз алексей можно поговорить про противопоказания да кому можно кому нельзя да конечно людям у кого как раз таки инфекция уже в разгаре ни в коем случае нельзя с какими-либо инфекционными заболеваниями тоже которые повторюсь еще раз который в разгаре именно с температурой конечно конечно потому что это может повлиять на состояние а если температура нет но сильный кашель не проходит долго лучше не нужно уже не надо иначе ну что немножко восстановимся да потом уже может быть против вами если у человека был перенесен инфаркт либо какие-то серьезные заболевания сердца конечно тоже нельзя потому что баня это большая нагрузка на сердце также баня скажем так противопоказаны людям кто плохо переносит высокие подъемы температуры у кого с давлением проблем у кого высокое давление при наличии высокого давления лучше не ходить с низким давлением с низким давлением наоборот даже нужно потому что как раз таки либо они его повышают и поможет а вот гипертоникам кого кто действительно серьезно болеет или долго болеет им лучше не ходить на всякий случай так а вот у кого-то если может быстро не знаю кожные какие-то заболевания как вот здесь с кожными заболеваниями как раз таки если это тут же допустим псориаз у меня в стадии обострения то тогда нельзя но если он уже без стадии обострения то есть показать их кто можно пожалуй а вот экземы они есть какие-то там противопоказания нельзя с огромными нельзя да только будет хуже обострять но опять-таки если это вот уже острый процесс то нельзя если вот все это успокоил все тихо то можно это был даю сказать что на самом деле так и есть но смотря по ощущениям вот тянет его в банку даже просто сполоснуться на нижней полочке с открытой дверью гипертоникам да вы высоким давлением да действительно это опасно но только с грамотным и вас по практике да конечно грамотным проводником вот как раз кем я работаю пар мастером и я уже контролирую чувствую вижу по дыханию или тогда все можно самое главное сознающим умеющим человеком потому что допустим вот прошли она не знает когда и давать на уже я подскажу уже вижу где-то надо проливочки сделать вот где-то остудить да и дым и продолжим то что вот в бане прогрелись можно провести спа-процедурки по процедуру это сейчас я отдельно как раз прошу я сейчас хочу еще спросить вот про перепады температуры насколько это полезно или вредно вот люди часто любят прогреются потом сразу же резко в холод холодный бассейн либо прыгать в снег и вообще можно ли это делать и как часто и вообще как часто можно баню принимать вообще сами эти перепады температуры это хорошо это полезно но опять-таки у нас к вопросу что это только в том случае если человека нет противопоказаний если это человек здоровый то ему организм укрепится улучшится потому что эти перепады они опять-таки выберут различные спазмы вот смотрите например вот человек там 30-40 лет он никогда так не делал и тут вдруг вот он решил это делать это можно вообще как-то резко начинать и отрезка не нужно это нужно сначала как-то постепенно сначала были достаточно легкую перепады температур а если человек уже это хорошо переносит можно же попробовать что-то более серьезно как часто вообще нужно принимать себе баню в баню можно ходить достаточно часто но рекомендуют не больше 45 минут в день количество исключительно потому как человеку хочется многие фанаты бани с которым нравится часто посещать и каждый все хорошо у них да да или как вы считаете я согласна можно посещать часто противопоказаний принципе нет что там раз главный как как душе захочется наш ну вот сейчас я люблю каждый день бы понятно вот расскажите про какие-то виды веников какие ваши любимые веники почему хочу сказать для бани подходит любые все что растет все что матушка у нас природа до кленовые пожалуйста осиновые липовые но разнообразные самое главное выбираешь по себе почему-то я помню всегда березовые веники он самый распространенный любимый мой веник березовый и дубовый дубовый конечно же больше венички у нас вот вот в одном веники здесь все это у нас такой для аромата для накрывания головы вот смотрите что здесь у нас есть у нас берем береза эвкалипт дуб также у нас пижма лимонник потом душица в общем и ромашка веники вообще можно сделать из либо то самое мой любимый это дубовый просто дубовый без добавления маленько полыньку можно мой любимый да вот вы а так смотрите папа и полынь она по моему горчит или горы чего вы любите аромат она убираю убивает все микробы для меня так и не кстати вот от плохого настроения от таких всех плохих мыслей вот как-то на через запах как будто через природу да все идет через природу и сам сам дубовый листочек он приносит в жар у нас же не нахлыстать главное в бане принести прогреть про мяч полон дольше держит тепло получается на дольше держит даже держит да он приносит приносит да также берется береза раскрывает поры а дуб он маленько потом как бы закрывает поры и вообще он хорошо массирует такие вот массирующий эффект вот не разлетает а например есть какие-то приспособления когда лучше как лучше там этот веник собрать может быть как-то определенный способ до троицы считается лучше собрать и так я знаете раньше сама собирала у меня было время сейчас уже времени нету и я заказываю постоянно своего мастер который собирает он все знает я ему доверяю не контролируем не приносит ну как бы вот вставляет и у него определенные там да и как его сушить определенных день а вот сколько например попользовались веником до службы все на одно парень и вот допустим пошла я попарить вас прогреть процедурно занимает час-два вот это все один веник на пару часов пара веников с одним веником ну как бы мало что делаешь то есть два веника нужно одного человека да да а если человек один идет ему достаточно одного веника нет сам если себя ну да помассировать подышать а так два веника на одно применение баньки ну если допустим один человек сам себя понюхал тогда по себе тепло поприносил значит можно на второй раз только для себя чисто индивидуально и парить по лимфе по лимфотоку по периферии то что центру снизу вверх или как да это все допустим если с рук то идет к центру вот у нас лимфа периферии а вообще начинаем с чего мы с рук начинаем с ног прогреть самые главные ножки и уже к вверху и все по периферии к лимфе хорошо спасибо алексей скажите нам пожалуйста вот какие болезни можно получить в бане уже здоровье конечно конечно болезни можно получить на самом деле разные но это все в первую очередь зависит от того куда вы конкретно идете то сейчас этим хорошо смотрят следят чтобы они у нас было чисто но в целом никто конечно не отменял какие-либо инфекции чаще всего это могут быть и грибковые заболевания и различные фолликулиты то есть заболеванием это что такое это инфекция кожа которая первую очередь поражает волосяной фолликул если говорить более человеческим языком могут быть небольшие язвочки небольшие прыщички на теле то есть такое вполне возможно но это зависит очень сильно от того где конкретно это все происходит то есть если в баню обрабатывают хорошо за не следят таких заболеваний не будет а вот инфекции передающиеся половым путем здесь к счастью все намного проще потому что эти инфекции они вне человеческого тела очень недолго живут и в общем-то поэтому здесь достаточно сложно получить здесь скорее проще получить находясь в определенном процессе в бане да тогда да а вот смотрите всевозможные какие-то там уреоплазма микоплазма это по-моему насколько я знаю это можно даже через полотенце получить или как это тоже с водой или не обязательно тут нужна обязательно влага но опять-таки это вопрос к тому что кто-то должен принести откуда-то должно появиться и вопрос к тем людям которые потом вырабатывают эту баню а то есть это тоже все равно долго не держится ну конечно при обработке да в общем практически можно спокойно и безопасно и как себя обезопасить естественно что-то даже запасе себя конечно нужно на всякий случай это использовать просто свои собственные средства то есть свое полотенце своей ляточки потому что все эти инфекции они опять таки от кого-то придут то есть кто-то их при во случае принесет поэтому нужно просто свое есть что добавить или все правильно на все и все правильно допустим если я беру гости попарить то у меня все конечно же обрабатывать и кипятком и паром все это то есть я отвечаю за христоту поэтому можно не переживать каждый допустим вот я как мастер пар мастер я наоборот хочу принести человеку здоровее здравия они как бы да поэтому все делается на совесть качественно вот расскажите нам немножко про спа и массаж бани как правильно сделать правильно прогреться тело распарить потом уже можно спа провести это скрабирование то есть вот например я захожу про прогрелась мне нужно сначала помыться мочалкой на допустим там с мылом с гелем а потом только скрабироваться или как это все нет прогрелись хорошенечко несколько заходов конечно же в один раз торопиться не нужно баня это не любит поэтому баню минимум это два часа поэтому лучше прогреться потом сполоснуться и как раз скраб вот это вот соль к она послужит вот за место мыло выделяется в мочалке вот вы начали все главное делать в бане размеренно спокойно и главное дыхание тоже вдох через нос выдох через рот спокойно перед можно песню напевать а даже очень помогает и потом можно скраб и после скрабирования смыться мы снимем морковевшую часть кожи и потом можно массаж с маслом масла не это все это все делается заходами заходу да не просто сразу 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 нет вот вышли сполоснулись чайку обязательно рекомендую в бане это нас к на какое время я вижу так это все может продлиться два часа минимум час это вам не хватит просто зайти и уже раз и час прошел потому что баня это другой мир там очищается душа тело и рекомендую в бане делать перерывы поменьше вот после того как поскрабировались и уже потом зайти опять прогреться пролица и уже можно массаж массаж это уже как финал больше уже в баню не заходишь можно можно до таких четких да 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 нет нет массаж сделали маслицем опять таки же все можно смыть у вас кожа будет дышать у вас смотрю здесь какие-то еще приспособления для чего это нужно обычным людям кто просто вот идет в баню решил по все можно да все по желанию как откликнется эфирные масла мы орошаем стенки правильно не на каменку ли тефирные масла и разные отвары трав все это на стеночку на полочку на полок а ведь я с детства привыкла что это добавляется в ковшик и варка уже на камешке да не надо делать просто теряются конечно свойства и еще выделяется какой-то пенсии горит масло на самом деле эфирные масла допустим хорошего качества которое пользуюсь они даже как сказать на каменку никак не рекомендуется только на стену их нужно развести с водой пить можно их нужно развести с водой обязательно концентрированы потому что там на одну каплю эфирного масла хоть там четыре килограмма допустим если лимон очками это detox в распыляем вот и мой любимый ковшик также мы проводим я провожу ритуалы это мой ковшик я с ним везде да да я другие то есть не знаю что как будет ножка это мой вот он такой это для чего нужно а вот подавать на каменку вот смотрите место ковшика да это современный ковш да да это отверстие и он подает небольшую подачу такую как бы регулирует вот там мелкие такие стойки очень хорошо и испаряется водичка вот а вот это вот что такое вот это у меня самый главный реквизит это доска садху но это отдельная тема просто скажу в краю не нужно просветить я когда допустим знакомлюсь с гостем либо у меня подруги знакомые в баню приходят или я прихожу к ним гости в баню я доску садху знакомлю ставлю перед парной на секунд пять десять для начала познакомить запускается энергия начинается это что-то открывает вверх да 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 сейчас я вам покажу или открывается доска садху ставится на гвозди и запускается энергия то есть получает а сюда нужно прям встать это да 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 я рекомендую но только с при помощи как бы сказать проводника просто так самому не надо что значит при помощи то есть чтобы я человек возник я вас поставлю да то есть вы запускаете это желание кто захочет да да я так чувствую то есть я чувствую вот я захотела понимаете к кому можно мы энергообмен как бы получается я не знаю как этот идет от меня идет просто хотела интуитивно да и ставлю на 5 а вред может какой-то быть пораниться можно с ним конечно если это прыгнуть на не да то есть надо все делать спокойно размеренно и в общем а перед баней это вообще очень полезно для здоровья вот я рекомендую и сколько нужно вот постоять определенного нет 5 10 секунд это до индивидуальный заказ мы мои любимые гвозди вот медные а так не всех ставлю поэтому я говорю только кого чувствую что надо поставить и уже человек он получается в другой мир заходит банной уже перезагрузка идет то есть для вас принятие банны похода процент целый целый ритуал это целое волшебство да а лучше для баня и раньше древней руси выделяли целый день то есть вся семья шла в баню сначала мужчины потом женщины с детьми и на это выделялась целый день а как же вот например трапезничать а с полным желудком нужно чуть-чуть или что они не наедаться за два часа покушать знаешь что что в баню идешь на два часа по принять пищу и не желательно жирную вкусную тяжелую да не надо ну даже можно за два часа все по желанию но желательно такую жир содержащую это омега либо сало можно потом также сливочное масло в кофе даже добавить можно все это самое главное за два часа потому что сразу перед вами будет потом тяжело да спасибо спасибо большое алексей у меня вот такой очень интересный вопрос про интимную близость в бане потому что многие люди даже любят это дело и вот насколько это вообще вредно полезно можно или нельзя здесь можно сказать следующее не то чтобы это прям вредно но все-таки это большая нагрузка дополнительный весь этот процесс нагрузки непосредственно в самой бане в парилке правильно же говорю да 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 прям в парилочке в парилке прям когда там жарко я думаю что за слишком большая нагрузка и наверное все таки не стоит уже как-то выйти оттуда да когда уже распарились уже горячий а самбо непто все таки но как же вот если есть любители вот чтобы под прямо по горячее чтобы прям вот когда с осторожностью осторожность что там нагрузка на сердце прежде всего конечно сама по себе бане то нагрузка на сердце здесь все-таки еще и физическая тренировка дополнительно происходит поэтому двойная нагрузка идет надо быть осторожнее но конечно люди есть очень крепкие разное открыто сказать что прям строго строго нельзя не могу но все-таки лучше после чем лучше после чем там так а вот про алкоголь как же мы про алкоголь не затронем потому что мне кажется очень много вот компаниями собираются они там в баню в сауну тут застолье и но с алкоголем на самом деле похожая ситуация потому что сам себе алкоголь это опять-таки та же самая нагрузка на организм и собственно говоря под алкоголем идти в баню не думал эффект бани сильно увеличится после алкоголя после принятия алкоголя можно слишком сильно расслабиться и вплоть до потери сознания потерять контроль и тут самое страшное как раз таки вот эта потеря сознания это вот самое-самое потому что чувствительность же притупляется да и человек может вовремя уследить что сейчас вот ему уже будет тут да полоховато даже сознание терять не обязательно может просто довольны терять человек сознание что я помню с детства у нас баночка такая темная была на шатырного спирта и ваточка рядом или даже просто можно открыть и понюхать ее еще виски мне мама помню иногда натирала это вот сейчас такого дохода сейчас проще во-первых надо человек из бани в первую очередь достать мне надо все там делать я думаю что очень быстро он сюда уже придет использовать на шатырь пожалуйста конечно можно но я думаю чтобы они достаточно различных и эфирных маслах тоже в целом можно как резкий запах то не всегда у нас на шатырь под рукой есть я хочу дополнить тоже на самом деле все проще это надо первую очередь на ручке парить на ладошке ледяной водой холодной да то есть человек терял сознание обязательно быстро проливаем даже не достаивая просто ладошки но он открыть дверь подачи кислорода и уже потом вынести вывести и все даже без нашатырного спирта можно вот самый главный ладошки ступни также можно на ушки это все наши вот термо наши личики можно сказать все и на свежий воздух кислород все попить обязательно водички просто хорошо хочу дополнить по поводу на самом деле да для организма очень тяжело потому что организм включает форсированный такой режим и нагрузка на сердце и я вообще не рекомендую даже любителям горяченького нет это все поэтому желательно как бы сказать исключить и будете здоровы и будете здоровы вот что вы пожелаете нашим зрителям алексей я пожелаю чтобы люди в первую очередь смотрели за собой баня это всегда полезно это всегда хорошо но смотрите за собой своим близким чтобы все у вас было хорошо я желаю зрителям доброго здравия легкого пара и на самом деле в баню ходить как можно чаще я рекомендую если вы все люди знали про эффекты и полезные свойства бани то обошлись бы без лекарства без похода в аптеку это вам серьезно говорю поэтому легкого пара здоровья и будет вам у вас все хорошо или после передачи вдруг люди захотят и я хочу к леле попасть и где вас найти где вы работаете царскую садьбы пожалуйста на мир и на переоход ничем где удобно кому как в центре также и вот в киндя и вы проделаете все свои чудо действенный призыв но если вам станет плохо то пожалуйста не станет врач и терапевт у меня не было такого что было плохо не было таких сюда не было потому что я все чувствую и все делается по нарастающей в меру и это здорово да я надеюсь что вам очень понравилась наша передача она для вас была очень полезной и интересной и горячей а мы с вами увидимся в следующем эфире на ульяновской правде пока пока и до новых встреч а